Победа В каждом вздохе поколений Так много душ, взлетевших высоко За миллионы ныне радостных мгновений Благодарим вас, прадеды и деды За мир, за счастье внуков и детей За то, что мы живем на этом свете В кругу любимых, дорогих людей Живите, помните Из уст в уста передавайте Ценою жизни нужно Родину любить И твердо верьте Твердо знайте Россию никому не победить Товарищ полковник Товарищ полковник В честь 74-й годовщины Великой Победы построен Командир полка Полковник Гроздон Здравствуйте, товарищи летчики Поздравляю вас Поздравляю вас 74-й годовщины Победы Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи воины Противоздушной обороны Здравия желаю, товарищ полковник Поздравляю вас 74-й годовщины Победы В Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи разведчики Поздравляю вас 74-й годовщины Победы В Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи воины Ради электронной борьбы Поздравляю вас 74-й годовщины Победы В Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи сотрудники Поздравляю вас 74-й годовщины Победы Победы В Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи ветераны Поздравляю вас 74-й годовщины Победы В Великой Отечественной войне Победы В Великой Отечественной войне Победы В Великой Отечественной войне Слушайте приказ министра обороны Российской Федерации, номер 245, город Москва, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы. Этот праздник символ истинного патриотизма и духовного величия нашего народа. Проходят годы, но не туснеет память о подвигах, беспримерном героизме, стойкости и самоотверженности фронтовиков, партизан, тружеников тыла, узников фашистских лагерей. Судьба каждого из них – это пример любви к Родине, верности присяге, идеалам справедливости и гуманизма. Сведуя боевым традициям фронтовиков, личный состав вооруженных сил Российской Федерации достойно выполняет свой воинский долг, настойчиво совершенствует тратное мастерство, надежно стоит на страже национальных интересов государства. Уважаемые товарищи, примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Отчизны. Вознаменование 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне приказываю 9 мая 2019 года в 22 часа по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей вооруженных сил Российской Федерации. В столице нашей Родине, города-герои Москве, города-герои Волгограде, Перчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, город-герой Ленинграде, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойской армии и Каспийской флотилии. 30-ю холостыми залпами артиллерийских орудий, салютных установок в соответствии с нормой расхода боеприпасов. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Шойгу. Торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Министр обороны Российской Федерации Министр обороны Российской Федерации Слово предоставляется главе Артемовского городского округа Авдееву Александру Владимировичу. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие артемовцы, сегодня мы отмечаем главный праздник нашей страны – День Победы. Этот день нашей гордости за подвиг всего военного поколения, силу духу и мужество миллионов людей, отстоявших право жить, растить детей и внуков, быть гражданами свободной и независимой страны. Героизм советского солдата, победившего фашизм – это пример настоящего патриотизма, самоотверженности на все времена. Такого единства, братства, мощной веры в победу еще не знала история. Миллионы советских солдат сражались на фронтах Великой Отечественной войны и нет в нашей стране семьи, которую не коснулась бы эта страшная трагедия. Мы горды тем, что в славной военной летописи есть доля подвигов и наших земляков. Артемовцы защищали Родину на полях сражений и самоотверженно трудились в тылу. Почти треть из тех, кто ушел на фронт, не вернулись домой. Поддерживая своих мужей, сыновей, братьев, самоотверженно трудились в цехах и на полях женщины, старики, дети. Низко кланяемся фронтовикам, вдовам погибших, дружинникам тыла. Вы спасли страну для нынешних и будущих поколений россиян. Никому и никогда не удастся переписать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной. Во все времена Россия была великой державой. Сегодня мы должны твердо защищать и отстаивать свою позицию по достойному и почтительному отношению к урокам истории. В памяти тем, кто погиб, защищая нашу Родину. День 9 мая навсегда останется святой датой для людей всех поколений, всех возрастов. Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за ратный подвиг и героический труд. Крепкого здоровья вам, внимания, любви и понимания. Пусть все грядущие дни радуют вас добрыми вестями, а вы, в свою очередь, по-прежнему несите потомкам свою мудрость и нравственные устои. Молодежи желаю хранить славные боевые традиции отцов и дедов и делать все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла нашу страну. С праздником всех! С Днем Победы! Памяти тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил, тех, кто достойно нес свой тяжкий крест в тылу, тех, кто согревался дыханием в стужбу локадных ночей, тех, кто вознесся в небо с дымом бухенвальских печей, тех, кто на речных переправах шел, как камень ко дну, тех, кто ушел в бессмертие и победил, объявляется минута молчания. Колено преклонить! КОНЕЦ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Прошу всех встать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва Новикову Владимиру Михайловичу. Дорогие ветераны, дорогие земляки, все дальше в историю уходит победная весна 45-го. Но память о великом подвиге нашего народа не меркнет с годами, помогая выстоять в любых испытаниях и вдохновляя на новые свершения. 9 мая – великий праздник. Никогда прежде история не знала такого массового героизма, таких примеров отваги, стойкости и самопожертвования. Наш долг – передавать из поколения в поколение память о тех, кто, не щадя своей жизни, сразался за независимость и свободу нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны и перед теми, кто ковал великую победу в тылу. Дорогие ветераны, память о вашем подвиге, вашей стойкости и мужестве сегодня укрепляет дух нации, вселяет чувство гордости за наш народ, служит нам великим примером любви к нашей Родине. И пусть этот пример всегда вдохновляет каждого из нас на созидательный труд во имя благополучия и процветания нашей великой страны, во имя суверенитета и безопасности нашего государства. Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, и эта память будет делать нас сильнее, помогая понять, насколько важна и цена каждая человеческая жизнь и как важно сделать все, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война. Дорогие земляки, примите мои самые теплые пожелания мира, добра и крепкого здоровья. С праздником! С днем Великой Победы! Мы, наследники Великой Победы, обязаны сохранить в памяти каждую крупицу этого бесценного времени, потому что без прошлого нет будущего. Мы в неоплатном долгу перед героями Великой Отечественной войны. Мы будем делать все возможное, чтобы война никогда не повторилась. Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо над головой. Мы свято чтим память о защитниках Родины. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа. Будем бережно хранить добрые, славные традиции нашего народа. Спасибо вам, что мы войны не знали, что мы не слышим шума страшных лет, что вы нам жизнь своею жизнью дали. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны, дошедшему до Берлина, Оттеу Иннокентию Афанасьевичу. Дорогие товарищи, уважаемые артемовцы и гости нашего города, самая страшная война уже осталась в прошлом, но каждый год 9 мая мы собираемся вместе, чтобы отпраздновать нашу великую победу. Этот праздник остается самым дорогим, самым светлым и самым понятным днем в России. И я уверен, что так будет всегда. Время не властвует над правдой и историей, а подвиги героев не имеют срока давности. Мы уходили на войну совсем молодыми. Многие наши товарищи полегли на полях сражений. Трудно предсказать, сколько всего было пережито советским народом за эти страшные 4 года. Холод и голод, лишения и утраты, страх и бессонные ночи, крова и бои, смерть близких. Мы воевали из себя в своей жизни, работали на износ на пределе человеческих сил. Мы пережили все трудности, мы выстояли и победили. Я обращаюсь ко всем поколениям, особенно к нашей молодежи, школьникам. Никогда не забывайте о подвигах своих дедов и прадедов. Уважайте ветеранов, помогайте во всем старшему поколению. Сохраняйте память о тех, кто отдал за Родину свою жизнь и молодость. Не потеряйте лучших качеств нашего народа, преданность Родине и верности Отчизне, силы духа и чувства патриотизма. Учитесь и трудитесь на благо нашей страны так же честно и замотверженно, как трудились мы. Будьте готовы постоять за наше Отечество так же, как это сумели сделать мы. А самое главное, любите Родину так же, как любили ее мы. Помните, Россия – великая держава. Отставайте интересы нашей страны. Сохраните и приумножьте силу Отечеству. Вы помните потомки народа-победителя. Берегите мир на земле. Будьте все счастливы и здоровы. Благополучия всем и уважительного отношения к друг другу. С праздником нашей великой победы. 9 мая – это памятная дата в истории нашей Родины. Славная страница национальной истории. Это символ национальной гордости и славы. Триумфа русского духа и оружия. Молодое поколение готово следовать примеру героев. Участников митинга приветствует кадет школы номер 18 Алексей Цветков. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители округа, разрешите мне от имени молодежи поздравить всех вас с Днем Победы. День Победы – это день памяти всех поколений. Это праздник единства россиян и великого чувства сопричастности каждого к истории своей страны. Как бы далеко не уходила от нас война, мы всегда будем помнить, какой ценой завоевано право на работу и учебу, право на жизнь и счастье. Мы преклоняемся перед всеми, кто был на поле боя, кто ковал победу в тылу, кто поднимал страну в послевоенное время. Мы будем бережно хранить добрые, славные традиции нашего города. Хочу сказать слова глубокой благодарности нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам, что вы всегда рядом с нами, делитесь своей мудростью и опытом, общайтесь с молодежью. Ваша активная гражданская позиция, ваш неиссякаемый патриотизм – пример для всех нас. Нашему поколению есть с кого брать пример и на кого равняться. Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо над головой. Будьте уверены, что мы сделаем все от нас возможное, чтобы сохранить и приумножить все то, что вы для нас отстояли в годы войны. Война не нужна никому, но мы, как граждане России и патриоты, при необходимости всегда готовы встать на защиту нашей Родины. От лица всей молодежи города желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым. Субтитры создавал DimaTorzok